Пашка 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 вздохнул Словно решившись рассказать то, что накопилось у него в душе Сначала он говорил, что мама сильно заболела И ушла из жизни, когда я был совсем маленьким Я был слишком мал, чтобы до конца понять, что это означало Но это хоть как-то объясняло ее отсутствие Однако с возрастом я стал замечать логические нестыковки Почему мы никогда не ходили на ее могилу Почему никто о ней не рассказывал Как будто ее никогда и вовсе не существовало Игорь кивнул, понимая, что Павлу было нелегко задать такие вопросы И что он ответил? Тихо спросил он Павел вздохнул и, посмотрев на друга, продолжил Сначала отец пытался увиливать Но в конце концов признался Оказалось, что моя мать нас бросила Она просто однажды собрала свои вещи и ушла Без слов, без объяснений Просто исчезла из нашей жизни Игорь замолчал, пытаясь переварить услышанное А Павел, задумавшись, перевел взгляд на чашку кофе А затем продолжил Я всегда был убежден, что Папа Самый надежный и справедливый человек на свете Сомнения даже не закрадывались в мою душу И я безоговорочно верил каждому его слову С той уверенностью я и жил Годами скрывая в себе горечь и обиду на маму, которая оставила нас Иногда, правда, появлялась мысль попытаться ее разыскать Но она быстро гасла Однако однажды, когда я, собравшись с духом, поделился этими мыслями с отцом Он лишь спросил, а зачем тебе это, сынок? Его вопрос прозвучал так буднично Что я на мгновение буквально упал в ступор И правда, зачем? И я отступил, решив, что отец знает лучше Но не так давно на одном из редких семейных сборов Когда мы с родственниками решили устроить встречу Произошел один случай, который перевернул мое восприятие Обычно мы собираемся всей семьей не чаще двух раз в год Так что этот вечер ничем не предвещал беды Папин двоюродный брат, явно перебравший в тот вечер Осторожно оттащил меня в сторонку Тяжело дыша и неуверенно покачиваясь В его глазах была заметна какая-то непонятная мне смесь отчаяния и негодования Ты ведь даже не знаешь всей правды Начал он говорить, путаясь в словах Мама твоя не просто так исчезла Отец твой — настоящий подлец Он обошелся с ней по-свински, а ведь она была золотым человеком Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба Я пытался вытянуть из него больше, но дядя так и не смог сказать ничего конкретного Лишь бормотал что-то невнятное Пока совсем не осекся и не ушел, покачиваясь Слушай, Пашка, а ты уверен, что это не просто пьяные выдумки? Сказал Игорь, тяжело вздохнув Сам знаешь, сколько глупостей люди говорят, когда выпьют Но ведь он говорил так уверенно, начал Пашка Но Игорь резко перебил его, не дав договорить Постой секундочку Твой отец всю жизнь вкладывал в тебя душу Ты ведь знаешь, какой он человек И вот этот родственник, который явно обижен на что-то Вдруг решает сказать тебе вот такую гадость Ты правда собираешься поверить в это, даже не проверив? Пашка сидел молча, переваривая слова друга А может Игорь действительно прав, и я зря подозреваю отца Подумал он В этот момент у него неожиданно зазвонил телефон Привет, Катюша, ответил парень на звонок Конечно, встретимся там, как и договаривались Игорь, наблюдавший за другом с хитрой улыбкой, спросил Едва тот закончил разговор Это та самая девушка, с которой ты познакомился неделю назад? Ну, брат, ты даешь! И даже не собираешься представить ее своему лучшему другу Заметив настороженность в глазах Пашки, он поспешил смягчить свой тон Да ладно тебе! Я же не собираюсь ее отбивать у тебя Это даже не обсуждается Просто подумал, что в компании всегда гулять веселее Ты же знаешь, как мы любим посмеяться вместе Пашка слегка кивнул в знак согласия Может, как-нибудь, но точно не сегодня Возможно, в другой раз А как насчет твоего отца? Он в курсе, что ты с Катей встречаешься? Он вообще знает о ваших отношениях? Расспрашивал Игорь друга Пашка лишь нахмурился И тень задумчивости пробежала по его лицу Пока нет, я еще не говорил с ним об этом Но я обязательно расскажу Просто сейчас, когда мы встречаемся всего неделю Не хочу торопиться Да и в нынешней ситуации лучше подождать с этим разговором Игорь, допив кофе, поднялся с места И, хлопнув Павла по плечу, сказал напоследок Понял тебя, друг Ладно, мне пора домой Но если передумаешь и захочешь пригласить меня в компанию Звони, всегда буду рад Пашка, кивнув на прощание, махнул ему рукой И заказал еще одну чашку кофе, добавив к ней два пирожных Теперь, когда Игорь ушел У него, наконец, появилась возможность спокойно посидеть И подумать о том, как же ему поступить дальше В голове крутились разные мысли Неужели все эти годы отец обманывал его? Ведь он с детства верил в ту историю Что мать бросила его и уехала неизвестно куда И что самое поразительное, никто из близких за все это время Даже не пытался опровергнуть эту версию И вот теперь, когда он сам уже взрослый Вдруг объявляется родственник И начинает намекать на какие-то скрытые тайны Хоть им и не удалось толком поговорить Но даже те крупицы информации, которые Пашка узнал Уже вызвали у него бурю сомнений и тревог Размышляя о том, как раскрыть всю правду Он внезапно вспомнил про бабушку Она всегда была к нему добра И поддерживала во всех начинаниях Так что если кто и может пролить свет на эти семейные тайны То именно она Но сейчас был не тот момент, чтобы заниматься поиском истины Впереди его ожидало свидание с Катей О котором они заранее договорились Решив отложить сложные разговоры на потом Павел вызвал такси И уже через 20 минут оказался в их любимом городском парке Этот парк был для них особенным местом Там они проводили большую часть своего времени вместе Наслаждаясь друг другом и природой Не прошло и нескольких минут Как он заметил приближающуюся фигуру Стройную и грациозную Катя подошла ближе И Пашка не смог удержаться от мысли Какая же она красивая Просто удивительная девушка Катя, слегка запыхавшись от быстрой ходьбы Присела рядом на скамейку Бросив на него ласковый взгляд Привет, Паша У тебя все нормально? Парень, стараясь скрыть внутреннее волнение Кивнул и ответил Да, все в порядке А почему ты спрашиваешь? Девушка лишь одарила его теплой улыбкой Не знаю Может, мне и показалось Но по телефону у тебя был какой-то расстроенный голос Пашка сознательно решил не затрагивать тему разногласий с отцом Он ведь и сам еще не до конца понимал Где же скрывается истина Да и зачем Кате знать о его сложностях и семейных секретах Которые сейчас лишь омрачат их романтическую встречу Он мягко приобнял девушку за плечи Стараясь переключить разговор в другое русло Давай лучше расскажи мне Как прошел твой день? Может, что-то интересное случилось? Катя слегка улыбнулась Знаешь, в нашем салоне красоты мало что меняется Если и происходит что-то необычное То это, как правило, связано с клиентами Если ты именно это хотел узнать, конечно Заметила она с легкой насмешкой С тобой и не поспоришь Все верно Ведь клиент всегда прав, как говорится Но мне вот одно интересно А почему ты выбрала эту работу? Ведь сама говорила, что у тебя есть диплом педагога В наше время профессия учителя и воспитателя очень востребована И такие профессии, безусловно, приносят намного больше пользы, чем просто работа в парикмахерской Уловив его ироничный тон, Катя тоже усмехнулась А я и не спорю Но только представь себе, что у тебя волосы вдруг отросли до самых пят Как бы ты себя чувствовал? Ты все равно рано или поздно пришел бы к нам Потому что тебе бы просто некуда было деться с этими длинными локонами Если говорить честно, я действительно обожаю свою работу Для меня это не просто работа, а настоящее творчество Даже искусство, которое приносит радость людям Пашка, слушая ее, всеми силами старался не выдать свою тревогу, связанную с недавними семейными проблемами Он хотел поделиться с Катей, ведь доверял ей Но боялся, что это может испортить их отношения Поднявшись со скамейки, они медленно двинулись по аллее, наслаждаясь теплым солнечным днем По пути парень заметил киоски с мороженым «Давай возьмем мороженое и немного прогуляемся?» — предложил он Катя с радостью согласилась И через несколько минут они уже наслаждались шоколадным пломбиром, наблюдая за плавающими в пруду утками Когда они подошли к концу парка, Катя внезапно посмотрела на часы и вскрикнула «Ох, я совсем забыла! Мне срочно нужно домой! Сегодня у нас гости, и если меня не будет, это может вызвать недовольство! Проводишь меня до остановки?» Пашка утвердительно кивнул «Конечно, пойдем!» — я все равно собирался еще кое-куда заглянуть Ведь парень собирался сегодня же отправиться к своей бабушке Она оставалась единственным человеком, способным пролить свет на семейную тайну, которая не давала ему покоя А если и она не сможет ему помочь, то он был настроен серьезно Поедет к дядюшке и добьется от него всей правды, чего бы это ему не стоило Прошло всего 10 минут, и на остановку подъехал нужный автобус Катя, поцеловав Павла в щеку на прощание, с легкостью взбежала по ступенькам в салон Помахав ему через окно, она нашла свободное место и села На мгновение задержав взгляд на парня, который оставался на остановке По пути к бабушке Пашка остановился у магазина И купил коробку ее любимых конфет Поднявшись на третий этаж, он осторожно постучал в знакомую дверь Вскоре за дверью послышался шорох тапочек, и бабушкин голос донесся до его ушей «Иду, иду, сейчас открою» Дверь приоткрылась, и на пороге появилась Ирина Васильевна Увидев любимого внука, ее лицо на мгновение приняло удивленное выражение «Ой, Паша, а я тебя и не ждала! Ну что стоишь тут в дверях?» «Проходи, дорогой, давай сразу на кухню и ставь чайник», — добавила она с улыбкой на лице Пока бабушка закрывала за ним дверь, парень уже успел найти чайник и разлить заварку по чашкам И уже занял место за кухонным столом Бабушка, усевшись напротив, взглянула на внука с прищуром и осторожно спросила «Ну давай рассказывай, что привело тебя ко мне сегодня?» «Обычно ты не захаживаешь вот так, среди недели», — с легкой тревогой в голосе спросила бабушка Пашка нервно провел рукой по волосам, пытаясь собраться с мыслями, и, наконец, выдохнул «Бабушка, меня терзают вопросы, на которые папа либо не хочет отвечать, либо делает вид, что ничего не знает» Ирина Васильевна пожала плечами и осторожно произнесла «Если Николай не в курсе или молчит, то боюсь, что я вряд ли смогу тебе помочь» Ее слова прозвучали спокойно, но было видно, что тема затрагивала что-то очень болезненное Пашка, словно предугадывая такой ответ, продолжил «Не скрывая своего беспокойства Я уверен, что с исчезновением мамы связано что-то важное Дядя как-то даже намекнул на это Правда, без каких-либо особых деталей Но я чувствую, что ты знаешь больше, чем говоришь Мне кажется, что пора перестать скрывать от родного внука правду» Ирина Васильевна невольно вздрогнула от таких слов В ее глазах на миг мелькнуло что-то похожее на страх Но она быстро взяла себя в руки «Пашенька, но я почти ничего не знаю» «А если бы знала, то Николай, вероятно, уже все тебе рассказал бы сам» Павел был готов и к такому ответу И решил сменить тактику «Если вы мне не расскажете, я сам попробую ее найти» «Чего бы это мне не стоило» «Я больше не могу жить в полном неведении» «И если мне повезет, я скоро доберусь до самой сути» «Вы не скроете от меня правды» Уверенно произнес парень, сжав кулаки Ирина Васильевна, казалось, что-то решив про себя Внезапно вскочила со стула и направилась в свою комнату Спустя несколько минут она вернулась Держа в руках старую, потрепанную фотографию Положив ее перед внуком, она тихо сказала «Это единственное, что у меня осталось от твоей матери» Пашка внимательно посмотрел на фотографию Пытаясь найти в ней ответы на свои мучительные вопросы Бабушка, вздохнув, продолжила «Да, она действительно ушла, но не по своей воле» «Твой отец сам вынудил ее покинуть семью» «Прости меня, что я молчала все эти годы, но, наверное, больше нет смысла скрывать правду» Пашка замер, слушая историю, которую бабушка начала рассказывать Оказалось, что его отец, когда только начинал совместную жизнь с его матерью, был обычным рабочим Со временем, благодаря поддержке супруги, он смог наладить нужные связи и добиться высокой должности Однако с ростом доходов менялось и его отношение к жене Чем больше у него становилось денег, тем хуже он относился к ней Они совсем перестали понимать друг друга С грустью продолжила бабушка Ссоры стали постоянными Ни дня не проходило без криков и взаимных упреков Твоя мама, тихая и скромная Валечка, в один миг перестала устраивать Николая Но тебя он всегда любил, Паша, безмерно любил Затем бабушка замолчала на мгновение, словно набираясь сил, прежде чем произнести следующее В конце концов, Николай просто выгнал Валечку из дома Развод был оформлен быстро, оставив ее без денег и без крыши над головой И самое страшное — без тебя, без ее единственного и любимого сына Судья, которого подкупили за небольшую сумму, постановил, что тебе будет лучше остаться с отцом Николай даже добился судебного запрета на встрече матери с сыном Он также пригрозил твоей матери, что отправит ее в психиатрическую больницу Если она попытается увидеться с тобой В то время тебе было всего три годика И, конечно же, ты ничего об этом не помнишь Павел аккуратно убрал фотографию в карман И грустно сказал «Ну вот и все! Стена молчания пробита! Теперь я хотя бы знаю ее имя и то, как она выглядела!» Допив чай, он поблагодарил бабушку за теплый прием и вышел из ее квартиры На улице он снова достал фотографию и задумчиво посмотрел на нее «Пожалуй, мне стоит привлечь и Игоря к поискам! Он мастер в этом деле!» — подумал Пашка Но прежде чем начать искать, он решил поговорить с отцом Теперь, когда он узнал, что родственник сказал правду И отец действительно скрывал от него истину Павел почувствовал необходимость разобраться в этом вопросе напрямую Внутри него все горело, мысли путались И казалось, что привычный мир, в котором он жил, в один момент разрушился Отец, который всегда представлялся ему надежной опорой, оказался человеком с тайнами А мать, которую он считал предательницей, на самом деле оказалась жертвой обстоятельств Павел решил идти домой пешком, чтобы собраться с мыслями И попытаться хоть немного восстановить внутренний порядок Погруженный в мрачные размышления, он, проходя мимо магазина Заметил краем глаза одну женщину, которая стояла, прислонившись к стене здания Она изо всех сил пыталась позвать на помощь Но из-за острого приступа боли в груди у нее уже не хватало сил даже на простое движение Пашка подбежал к ней и быстро подхватил за рукав «В чем дело? Как я могу помочь вам?» — спросил он, заметив, что женщина сильно побледнела «В черной сумке, там маленький кармашек сбоку, там таблетки!» — с трудом произнесла она Павел, не теряя времени, принялся искать нужные лекарства и вскоре обнаружил их Он осторожно дал ей таблетку, а затем предложил провести ее до скамейки, чтобы она могла отдохнуть «Давайте я вам помогу!» — не спешите, спокойно отдышитесь Вы выглядите совсем неважно «Может, вам лучше вызвать скорую помощь?» — вы явно плохо себя чувствуете Пожилая женщина лишь покачала головой, отказываясь от предложения «Не нужно, милый! Сейчас все немного утихнет! Спасибо тебе за помощь!» Я собиралась в гости, набрала целую кучу всяких угощений А когда дотащила до дома с магазина, просто выдохлась «Если не спешишь, проводи меня немного, а я сама дальше дойду» Павел взял тяжелые пакеты, которые несла женщина «Вот и хорошо! Я вас провожу до самого подъезда, не стоит рисковать! Кстати, почему вы не позвонили родным, чтобы они пришли вас встретить?» — поинтересовался он Старушка, похлопав по карманам, с печальным вздохом ответила «Я бы с радостью, но, увы, память уже не та, и телефон я оставила дома» Пашка собрался было позвонить с собственного мобильного «Но бабушка попросила его этого не делать!» «Не нужно, дорогой! Пусть это останется неожиданностью для них!» — сказала она Павел кивнул в знак понимания и продолжил свой путь, неся пакеты в одной руке, а другой поддерживая бабушку По пути они почти не разговаривали. Единственное, что Паша время от времени спрашивал «Как она себя чувствует?» Неожиданно она остановилась и внимательно посмотрела на него «Ты что-то переживаешь! Я всегда чувствую, когда кто-то носит тяжелую ношу в душе!» «У тебя камень на сердце!» — сказала она с проницательным взглядом «Вы что, экстрасенс?» — улыбнулся парень «Можно сказать и так!» — уклончиво ответила бабуля «Расскажи мне все, я же чувствую твою боль!» Пашка немного замялся, но все же решился ответить «Вы правы! Я пытаюсь найти свою маму!» «Она исчезла двадцать лет назад!» «Отец утверждает, что она нас бросила, но я сомневаюсь в этом!» «И у меня есть серьезные подозрения!» Старушка глубоко вздохнула Ее лицо приняло серьезное выражение «Если судьба благосклонна, то вы обязательно встретитесь!» «И кто знает, возможно, это произойдет совсем скоро!» — сказала она с доброй улыбкой Пожилая женщина указала на подъезд И под конец разговора добавила «Вот мы и пришли, дорогой! Может, заглянешь ко мне?» «Все-таки ты сделал доброе дело!» — помог больной пенсионерке «Неправильно было бы не угостить тебя чаем!» Пашка немного колебался, но затем уверенно кивнул «Хорошо, только ненадолго! У меня еще встреча с отцом!» Бабушка, глядя на него с теплотой, сказала «Выпьешь мой чай, он поможет тебе успокоиться!» Уверена, что после этого ты не будешь так негативно относиться к своему отцу «Обещаю тебе, все станет ясно и легче! В этом напитке есть один тайный ингредиент!» Поднявшись на второй этаж, бабушка нажала на дверной звонок И они стали ждать, пока им откроют Как только дверь приоткрылась, Пашка замер на месте в полном удивлении На пороге стояла Катя, его девушка, с которой он встречался чуть более недели А за ее спиной была женщина, черты лица которой показались до боли знакомыми Пашка, едва удерживаясь от волнения, вытащил из кармана старую фотографию И его мир внезапно перевернулся На изображении была та самая женщина, хотя значительно моложе Но это была она, без сомнений Потрясенный этим открытием, Пашка лишь молча стоял, не в силах произнести ни слова В его голове не утихала одна единственная мысль «Это не может быть правдой! Такого просто не бывает!» Мать и сын в шоке переглядывались друг на друга, не в силах отвести взгляд Катя, заметив его состояние, обняла его за плечи и с тревогой произнесла «Что случилось? Ты такой бледный, как призрак! И что ты здесь делаешь?» Парень указал на женщину рядом с ней и сказал «Я не могу поверить в это! Извини, дорогая, но я не могу продолжать наши встречи!» Катя, растерявшись, обернулась к своей матери «Мама, откуда ты знаешь этого человека?» Женщина, дрожащими руками взяв фотографию, со слезами на глазах ответила «Кажется, сама судьба постаралась и, наконец, привела его ко мне!» «Это мой сын! Пашенька! Боже мой, как же ты вырос!» Катя, в панике запинаясь, спросила «Но как такое возможно? Почему ты не рассказывала мне об этом?» И тут в разговор вмешалась старушка «Да что тут происходит? Ты знаешь этого парня?» «Ну что ж, заходите в квартиру, не стойте на лестнице», — предложила хозяйка квартиры Павел, еле передвигая ногами, прошел на кухню И рухнул на стул, опустив голову на стол Катя подошла к нему «Прости меня! Я же не знала, что все вот так будет! Я ничего от тебя не скрывала! Валентина не моя настоящая мать, хотя я ее и люблю как родную Мы с тобой не брат и сестра Они долго сидели за столом, обмениваясь историями о том, что произошло с ними за два десятилетия разлуки Все, что рассказала его родная бабушка, все оказалось правдой И Павлу было тяжело это принять Валентина поведала о своей жизни, о том, как она жила в съемных квартирах Как скучала по сыну и как приходила к их дому, чтобы хоть издалека увидеть его Через два года она встретила нового спутника жизни, который также был вдовцом и воспитывал свою дочь Катю Они поженились и счастливо прожили вместе все эти годы Но Валентина так и не смогла смириться с утратой сына Сжав кулаки, Павел лишь сказал «Я все ему припомню, он за все мне ответит» Однако мудрость матери, которая так долго отсутствовала в его жизни, помогла ему не пойти на крайности Павел решился поговорить с отцом мирно Хотя тот по-прежнему стоял на своем и считал свои поступки абсолютно оправданными В итоге Пашка переехал к Кате и своей родной матери Их отношения лишь укрепились И вскоре он даже задумался о предложении Что касается его отца, то Пашка пока не готов был простить его За то, что когда-то лишил его родной матери Валентина также не смогла простить своего бывшего супруга Ведь ничто не может быть хуже разлуки с ребенком Однако в глубине души она еще надеется, что Павел сможет простить своего отца И восстановить связь с ним в будущем, поскольку они все-таки родные люди Субтитры создавал DimaTorzok